МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом выпуске «Намегке» идем на фестиваль уличной культуры, узнаем нескучные новости и вдохновляемся атмосферой ночи искусства. Не переключайтесь! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Резкая наступившая в Беларуси осень совсем не повод грустить и запирать себя в четырех стенах. Тем более культурная жизнь Минска совсем не планирует уходить в зимнюю спячку. Сегодня мы на фестивале уличной культуры. Организаторы рассказали нам, что мероприятие дебютное, но совсем не последнее. Так что любителям и поклонникам хип-хоп-культуры точно будет как себя развлечь в ближайшие месяцы. Не переключайтесь и вдохновляйтесь уличной культурой вместе с нами. Ребята, привет! Приветствую! Привет-привет! Рассказывайте, где мы находимся. Так, мы сегодня находимся в заведении под названием «Фэктори». И здесь у нас проходит фестиваль уличной культуры, где любой желающий может приобщиться вообще к движухе, которая, в принципе, интересна и актуальна. Это хип-хоп, это граффити, это настенные рисунки, это музыкальные артисты, которые будут петь свои песни, открытый микрофон, это презентация музыкальных артистов в виде трехметровых статуй, таких монументальных. Это скейт, скейтборд-шоу здесь небольшое. На великах катались на улице. На великах катаются, татуировки колотят. Ну, короче, супер труботоп. Мы хотим дать людям здесь просто возможность потворить, подвигаться, выразить себя как-то. Тоже вот у нас картина, допустим, будет 3 на 3 метра создаваться, просто огромная. И там люди смогут вместе с художником ее дополнить, нарисовать, что захотят и так далее, и потом на этом фоне фотографироваться. Вот, то есть достаточно классный движ здесь будет сегодня. У вас еще информационная часть такая сильная, да? Вот лектория, мое любимое слово, да? Кого пригласить? Квиз будет. Квиз, да, квиз. Вот расскажите мне, значит, уличная культура, я узнала, что такое квиз, и кто будет представлен в качестве лектора? Абсолютно разные случайные люди образуют команды и начинают соревноваться, отвечая на разные вопросы. Кто победил, получает какой-то маленький приз. Вот, что будет классного там, любой желающий не только узнает что-то там о соседнем дворе, в котором он живет, и, возможно, скажем так, музыкальной истории этого двора, но и о каких-то мировых вещах, которые, не знаю, как может появился хип-хоп, в принципе. Ну, это образовательный элемент с возможностью интерактива. То есть люди включаются, отвечают, веселятся, собираются компанией узким кругом и вместе пытаются угадать, ответить на вопросы. Это получается достаточно классный интерес. Ну, танцевальный баттл у вас, да, какой-то? Танцевальный баттл сейчас очень любопытненький, потому что, я бы сказал, наверное, со всего города, может, даже Беларусь, люди собрались, профессиональные и непрофессиональные танцоры, для того, чтобы показать, кто умеет круче двигаться, да и просто поделиться своими, так сказать, танцевальными эмоциями и выбросами, и что все было круто. Каким способом вообще, в принципе, привлекаются ребята на такие мероприятия? Формирование вот этой тусовки, как это происходит? Я могу сказать, все просто, потому что, допустим, танцы, то, что сегодня ставят, это приглашены музыкальные школы определенного рода. Допустим, недавно были фестивали в улице Ежа и так далее, и там ребята собирали, они видели то, что они уже существуют. Подписываешься на Инстаграм, движи и так далее. Люди в Инстаграмах коллаборируются, делают различные посты совместные и так далее, запускают таргетированную рекламу тоже, да, и это разлетается по сарафанке, плюс дополнительные каналы продвижения через Инстаграм. Вот, и так люди приходят. Плюс у нас не штоп супермного вот таких именно фестивалей уличной культуры, и сегодня здесь все воедино собрано, и вещь интересная, поэтому люди приходят, узнают, интересуются. Значит, эта история настроена на то, что каждый сможет приложить свою руку к данному, назовем это арт-объектом, потому что мы подготовили ряд, скажем так, действий для окружающих людей, которые создадут в итоге это полотно. Ну, вам как художнику не ревностно, что все придут и приложатся? Мы говорим о уличном искусстве, а уличное искусство это когда каждый, собственно, пришел на стенки, написал что-то, либо баллоном, что-то там накрасил, заклеил и так далее, поэтому именно это и есть уличное искусство, на мой взгляд. Ну, оно все равно должно нести какую-то идею. Да, да, у нас есть центр композиции, который, безусловно, будет сохранен, в данный момент он спрятан, он появится в самом конце, но общий антураж создадут именно посетители данного мероприятия. Ну, хорошо, а можете приоткрыть нам тайну, вообще, в принципе, что это будет? Что можно будет? За корючечку какую-то поставить? Есть буковку отпечаток руки, что? Можно будет написать любую надпись, ну, надеюсь, это будет как приличие, да. Можно будет рисовать, мы подготовили ряд валиков с вырезанными рисунками, то есть можно будет прям рисовать рисунки. То есть, грубо говоря, мы сделали так, чтобы посетитель смог делать что-то красивое, не затрачивая каких-то сил и средств. Даже если он не владеет какими-то художественными данными, он вполне может сделать красиво. Мне кажется, что уличная культура, да, и искусство, может быть, и должно быть интегрировано. Да, мне кажется, что просто у нас для молодых художников не так много возможностей на сегодняшний момент. Потому что, если на проект нужно русло, те амбиции, которые есть у молодежи, это может вырасти в что-то интересное, а не в какие-то каляки-маляки и надписи из трех букв на стенах. Максим, добрый день. Добрый. Я смотрю, что здесь опасные штуки. То есть, я наивно полагала, что можно выбрать, но выбрать нельзя. У нас есть две емкости. В одной у нас место, где будет наносить сатуировка, в другой эскизы. Все эскизы разные, предложены здесь. То есть, угадать нельзя. Но были уже отчаянные, которые вот так вот... Были, которые вынимали. Кому-то не нравилось, кому-то нравилось. Делали. Хорошо, можно представить, что как будто бы я такая отчаянная, и, например, просто вытянула бы, да? То есть, сначала место. Слава Богу, у меня место это занято уже. Если бы я была отчаянная, и моя правая рука была бы свободна, то у меня бы это красовалось на запястье правой руки. Фестиваль уличной культуры, мне кажется, у нас впервые такое, да? Вот что будет в закрытом пространстве, такое количество активности. Как вам вообще? Для молодежи, мне кажется, это отличный вариант. Ну, вместо того, чтобы сидеть в выходные дома, можно прийти сюда, вход бесплатный. Обязательно ли человек, который относит к себя вот к этой уличной субкультуре, должен иметь на теле татуировку? Нет, не обязательно. Для меня лично, не знаю, татуировка – это шанс такой выделиться среди толпы людей, показать, кто ты, и вполне красивое дополнение к своему телу. Сколько у вас татуировок? 45. 45 татуировок? Да. Ну, мне кажется, уже после 10 можно сбиться со счета, да? Да. Саша, вы сегодня были лектором. Да. Сегодня я рассказывал про историю сэмплирования, про то, с чего вообще, в принципе, началась белорусская музыка. И не только белорусская, даже больше мировая. Было здорово, ребята пришли, я очень рад пообщаться был. А для тех, кто не пришел или пропустил, можете в трех словах рассказать? Вся мировая музыка, в принципе, начиналась с сэмплирования. Если мы говорим про хип-хоп, он начинался с того, что музыкальные энтузиасты зацикливали уже готовые треки, выкрикивали свои фразы сверху, затем они начинали их ритмовать. Ну, а дальше начали появляться технологии, драм-машинки, синтезаторы, диджейские пульты – это дало сильно больше свободы. Пришло все это к тому, что сейчас любой продюсер имеет компьютер и немножко навыков может сделать классный трек всего за пару часов. Есть, да, такое расхожее мнение, что это не музыканты. Но давайте мы немножко развеем, расскажем, что для этого тоже нужно вдохновение, музыкальное образование, да, и все сопутствующее. На самом деле, да. Рынок музыки сейчас уже достаточно большой. Любая музыка, любой стиль, вкус, все, что угодно можно найти. Самое главное – это чувство стиля, которое у тебя есть, как у автора. Именно поэтому, если у вас есть чувство стиля, вы вполне можете стать крутым музыкантом. Может быть, кто-то не так хорошо играет на барабанах, на клавишах, но эти люди владеют чуть-чуть другим уровнем. Это сложные музыкальные программы, в которых огромное количество кнопок, и нужно в конечном счете понимать, что они делают. Именно поэтому это тоже творчество, тоже искусство, и, что самое важное, там очень много интересной музыки. Мы можем отнести сэмплирование, да, и битмейкинг как элементам уличной культуры. Весь современный хип-хоп и большинство музыки, в принципе, выросло из сэмплеров, из, по сути, больших коробок, которые позволяли вам нажать на кнопочку «Играет звук». Именно так все, в принципе, и появлялось, и дальше оно уже смешивалось с живым звуком, наращивалось большими партиями живых инструментов, поэтому все это изначально с улицы пошло. Это что ни на есть самая большая часть стрит-культуры, мне кажется. Как вообще вам фестиваль? Мне в целом очень нравится, я очень рад, что в Беларуси стало больше фестивалей музыкальных, потому что очень классно, что ребята, которые раньше танцевали где-то на улице вместе с колонкой, теперь могут это делать на большую аудиторию с хорошим звуком. Мне нравится, что много ребят рассказывают про экстремальный спорт, про музыку, что есть много зон активности, и люди, которые приходят даже не из этого мира, здесь впервые, другой возрастной группы, другой аудитории, они приходят, понимают, узнают что-то новое, понимают, что альтернативное развлечение в Беларуси тоже есть. Да, и мне кажется, да, немножко мы оживили, все-таки кажется, что да, все уже подготовились к осеннему сезону, позакрывались, решили пойти в спячку, а тут оп! Да, 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 движ есть, это здорово, огромное спасибо ребятам из The Motion Factory, кто все это придумывает, это одна большая команда людей, вот, и они действительно разносторонние, крутые ребята, и очень круто, что у нас теперь показывают Беларусь с разных сторон, то есть ты не просто можешь прийти вкусно где-то поесть, послушать джаз или потанцевать ночью на рэве, ты можешь прийти днем, окунуться в культуру, оставаться при этом абсолютно трезвым, оставаться при этом в огромном количестве творческих ребят, и, допустим, даже я, просто пообщавшись с разными ребятами, познакомился с очень многими крутыми ребятами, с которыми мы дальше будем, наверное, взаимодействовать, что-то делать, снимать, писать, это очень здорово. Да, но это не последний раз, да? Я думаю, что это только начало, это такой центр крутых, творческих, интересных ребят из уже более свежих, новых специальностей и новых взглядов, это очень здорово. Древесная соня, битва с астероидом, конфета женщина и мода будущего. Мы собрали для вас подборку нескучных новостей. Редкая древесная соня была найдена в австрийском лесу. Уникальность находки состоит в том, что животное не видели в дикой природе более 20 лет. Лесник, который нашел млекопитающее, искал его более двух лет. Исследователи надеются узнать больше об этом виде, прежде чем он впадет в зимнюю спячку. Зонт американского космического агентства под названием «Дарт» врезался в астероид, уничтожив при этом сам себя. Столкновение было преднамеренным и призвано проверить, можно ли безопасно убрать с пути космические камни, которые могут угрожать Земле. Камера корабля «Дарт» выдавала изображение с точностью до секунды, вплоть до момента столкновения с целью. В момент соприкосновения изображение исчезло, а значит, испытание можно считать успешным. Это только первый этап целой программы. Впереди команде НАСА предстоит ряд испытаний, в ходе которых можно будет проследить, меняется ли траектория движения опасных для Земли объектов. Компания M&M's впервые за 10 лет представила нового маскота. Им стала Purple — фиолетовая арахисовая конфета женщина. Последним героем до этого у M&M's была Браун, которую представили в 2012 году. Основные ценности Purple — признание и инклюзивность. Purple будет ассоциироваться с ярким самовыражением, глубоким самоосознанием и аутентичностью. Посмотреть на дебют Purple можно в новом ролике от M&M's «I'm just gonna be me». Кстати, с этим роликом связана социальная инициатива. M&M's будет жертвовать 1 доллар за каждое прослушивание песни некоммерческой организации «Синфо Хоу». Лимитом для пожертвований являются 500 тысяч долларов. Сейчас у ролика чуть больше 10 тысяч просмотров. Французский бренд Копернио распылил на Беллу Хадид платье, завершив вчера Парижскую неделю моды своим показом с элементами научных достижений. Изобретатель Манел Торрес показал живое шитье на сцене. Он использовал напыляемую ткань, которая после нанесения высыхает и принимает физическую форму. В интервью ВОК представитель бренда объяснил, что они не собираются зарабатывать на этом деньги. Это был научный шоу-момент. На этом все. Не переключайтесь и берегите себя. В фестивале «Уличная культура» телепортируемся во Дворец искусств, где сегодня в рамках закрытия осеннего салона проходит «Ночь искусства» – мероприятие, объединяющее лекции и перформансы. Мы такое любим и готовы рассказать вам. Например, о необычной коллаборации «Союза художников» и объединении татуировщиков. Благодаря которой можно получить татуировку с изображением фрагмента картины белорусских авторов и стать в прямом смысле носителем белорусской культуры. Ну или просто вдохновиться атмосферой культурного Минска, которая очень спасает и вдохновляет в эти тревожные времена. Не переключайтесь и будьте вместе с нами. Александр, Людмила, добрый вечер. Добрый вечер. Где мы находимся? Дворец искусств Козлова-3. Сегодня закрытие осеннего салона «Союза художников», где представлено большое количество инсталляций, перформансов. Сегодня собрали всю культурную профлойку, которую только возможно было представить на одной площадке. Очередь была большая, мы следили. Она не избавляла свои обороты. Да, она была настолько большая, что стояли все на улице и ждали просто своего. Кто по QR-кладам, кто по кассе пробивали. То есть реально было очень много людей. Этот раз можно было не только посмотреть, но и сделать татуировку. Ну необычную, особенно. Можете рассказать пару слов о ней? О проекте вообще в принципе? Да, о проекте. Проект абсолютно новый. Сегодня это дебют, по сути, коллаборации Белорусского Союза художников совместно со школой «Все просто бест». То есть мы на базе тату-студии и тату-салонов города сделали совместно с Лисицей, Дали, сделали коллаборацию. То есть мы берем приуроченные к какому-либо мероприятию работы авторов, подгоняем их, самые известные, допустим, 8-10 работ в формат эскизов. Также есть эскизы, которые для туристов могут быть как символы Беларуси представлены, то есть орнаменты и прочее. И прямо на мероприятии они наносятся здесь, в зале, то есть как отдельными инсталляциями, то есть такими же художниками, татуировщиками. Суть затей такова. Люди, которые постоянно посещают мероприятия искусства, то есть сопряженные именно изобразительной части, они собираются прямыми носителями искусства, да. То есть приходится на мероприятие, первый эскиз наносится вместе с орнаментом, как символом объединяющим белорусскую ветку культуры, да, то есть все сопряженное. И дальше от мероприятия до мероприятия вы собираете абсолютно в любом порядке работы, которые представляются. Галерея Шемилева, значит, работа Шемилева, допустим, представлена в эскизах, именно в татуировке. Савицкого, значит, это Савицкого будет работа, представленная художниками, и наносится прямо на мероприятие. Как только вы собрали 8 таких эскизов на одной... На себе. На себе. И от Союза художников вы получаете золотой билет, плюс один, на следующий год, на почтение всех музеев и выставок. То есть для вас открыты все площадки в любое время. То есть есть какой-то еще приятный бонус, помимо внешней красоты. Валерия, добрый вечер. Добрый. Вы такая отчаянная дама. Расскажите мне, почему вы бьете конкретно вот этот эскиз? Не сказали, вы поклонница художника? Да, да, да. Просто я подумала, что это будет красиво смотреться. Я вообще не планировала как бы бить татуировки. Но потом я подумала, что вот у меня левая рука пустуется, непорядок, тем более родим. Ну вот, все сошлось. Ну а вообще сам концепт, когда ты бьешь не какой-то эскиз, который нарисовал татуировщик или который пришел в голову, там, не знаю, самостоятельно или где-то подсмотрев, а именно эскиз картины какого-то известного художника, как концепт, как вообще этого? Ну, это интересно. Ну, не новое течение, там, Ван Гога часто бьют, Климта. Ну, вроде бы, наверное, еще никто не бил, ну, пока что. У вас же татуировка будет с автографом, я как понимаю, да? Да, да. Мне кажется, это самая цель. Это вообще прекрасно, да. Сколько у вас татуировок всего? Вот это будет, по-моему, 13-е или 12-е. Есть, да, такая тема, что после первой невозможно остановить? Ну, я в целом сама тату-мастер, и я, когда начала этим заниматься, я даже и не собралась останавливаться, но на самом деле, да, есть такое. Ну, как тату-мастер, да, если к вам будут приходить, например, клиенты и спрашивать, ну, не знаю, спрашивать совета, да, или говорить о том, что они не знают, что набить, но хотят, чтобы это несло какой-то дополнительный, да, или какой-то сакральный смысл, будете им говорить о том, что можно набить, да, на себе картину белорусского художника для того, чтобы быть носителем вот этого самого белорусской идентичности, белорусской культуры, да, и дальше нести ее в массу? Вот таким интересным, необычным образом. Ну, я об этом не думала, но теперь, когда вы сказали, я, наверное, да, буду предлагать, да, 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 почему нет. Проект заключается в том, что людям предлагается набить 8 работ, да, разных авторов, вот вы дебютировали, да, как художник, вы первопроходец, то есть ваша работа – это первые татуировки будут, и дальше, если 8 работ, то есть 8 фрагментов каких-то картин белорусских художников человек напевает на себе, то он потом получает абонемент. Как вообще вы, в принципе, относитесь к такой коллаборации? Ну, в принципе, я тоже говорю, ну, нормально, надо экспериментировать. Эксперимент дает ответы на все, на все. Вот сейчас мы, ну, вот совместно с тем, кто это делает, мы экспериментируем, посмотрим, если это приживается, значит, это имеет право на жизнь, это тоже, как бы, арт-посыл, арт-посыл, ну, он исходит, опять-таки, от Минска, от Белоруссии, это, вот это главное для меня, и это будет, и человек-носитель этого, он, как бы, будет уже. Мне кажется, это тот случай, когда пишут руками не трогать, да, а этот раз можно трогать, потому что мы рядом с автором. Да, контактный объект, он создавался именно для того, чтобы его можно было трогать, гладить, взаимодействовать, и вообще это образ лесного духа, но я его так зашифровала, то, что люди, в основном, воспринимают, как какое-то морское существо. Здесь конкретно, как раз, возможность подойти и немножко так заземлиться. Он очень тактильный. Да, это тактильный объект, поэтому много разных намешано таких приемов, вот, он двухсторонний, чуть больше человеческого роста, то есть, с одной стороны, он не подавляет, но в то же время есть такое вот ощущение, что вот он такой более весомый, опять же, оберегающий, поэтому название хранитель. Но вы не просто автор, да, вы сегодня еще выступали как лектор. Можете рассказать пару слов о том, на тему чего вы читали лекцию? Тема преемственность в искусстве, она для меня очень близкая, можно сказать, рабочая, потому что я применяю вообще этот принцип в своем искусстве. То, что у нас нет искусственной периодизации, на самом деле, которым удобно искусствоведам, но для людей она все-таки непонятна до конца, как же там искусство развивалось, разделялось. Искусство прорастает один период из другого, и в каждом периоде содержатся все предыдущие формы. И вот на лекции я показывала, как это можно визуально проследить. У меня все начиналось с палеолита, то есть с самых древних времен, начало вообще зарождения искусства, с чем можно сравнить с относительно современности. И мы таким образом пришли к нашим дням. Есть авторы, которые знаменитые, такие как Пикассо, Модильяне и многие другие, у кого явно прослеживаются такие вот нотки преемственности, они это не отрицали, потому что как раз открылось такое первобытное искусство в музеях и было доступно. А есть авторы, которые были большинством неизвестны, мне было приятно познакомить публику с этими авторами. Есть вопрос, но вот где-то вы подсмотрели эту идею, или она самостоятельно к вам пришла такая? Подобных коллабораций мы не нашли нигде. Не в США, как это обычно тянут сюда, либо в Европе где-то переносят к нам какие-то реплики. Такого нет. И даже в Японии, которая, по сути, это было родоначальником, то есть самое древнее, что с 3000 лет до нашей эры были эскизы и работы, и это там культура, которая несет посыл на себе, информацию. У них нет такого посыла, чтобы это было сопряжено национальная культура именно в художественном изображении и татуировке. Потому что одно дело, когда пишут на холстах, когда пишут на листах и рисуют. А другое дело, когда ты, собственно, искусство, свою национальную, скажем так, идею, то есть в своих авторах, ты узнаешь и ты ее носишь на себе. Ты ее носитель в прямом смысле слова. Такого нет еще нигде, поэтому идея оказалась абсолютно уникальной. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok